Коллекторы вне закона, депутаты Красноярского края, предлагают запретить агентство по выбиванию долгов. Поводом послужило череда трагедии, повлекшая за собой даже гибель людей. Как защитить должников от необоснованной агрессии и реально ли помочь тем, у кого просто нет денег для погашения кредитов перед банками, разбирался Денис Денисов. Обрезают провода, звонят, угрожают, шантажируют. И единственный способ, который я сегодня вижу, решение этой проблемы, это запретить этот вид деятельности как таковой. Коллекторы сживают со света. С подобными жаловами к депутатам идут регулярно. Трагедия в Курагинском районе. Несколько дней назад мужчина убил свою беременную жену, двоих детей и застрелился сам. В могилу целую семью свели кредиторы, которые требовали вернуть долги. Накануне в Ульяновской области коллектор, чтобы напугать должника, бросил в его квартиру коктейль Молотова. Горящая бутылка попала в кроватку с двухлетним ребенком. Малыш выжил, но получил страшные ожоги. Цена трагедии 4000 рублей. Дедушка-должник брал займ на лекарства. Сегодня инициативу ликвидировать коллекторские агентства активно поддерживают. Пускай банки лучше изучают кредитную историю. Есть опыт других стран, где есть единые базы данных, лимиты выдачи кредитов. Не нужно выдавать кредиты всем подряд, а потом нанимать каких-то жуликов, которые будут бегать с битами, кидать бутылки с горючей смесью в окна, наносить людям травмы, чтобы получить эти деньги. Просто нужно самим банкам лучше работать. Идею давно вынашивают красноярские депутаты от ЛДПР. Они предлагают провести кредитную амнистию и пересмотреть весь механизм погашения долгов. Вплоть до выплаты процентной части долга за счет государства. Взять их можно, например, из субсидий, которые страна выделяет банкам. Народные избранники считают, что это вполне оправдано. Из-за экономической нестабильности зарплаты у многих стали меньше, чем когда они брали кредиты. Если банки, допустим, себе в сложных экономических условиях позволяют в одностороннем порядке менять условия договора, повышая проценты, допустим, и сегодня государство, опять же, рядов банков предоставляет различные субсидии для участия в различных программах на поддержку банковской сферы и так далее, то почему бы и не рассмотреть возможность такую, как, допустим, изменить ставку процента в сторону уменьшения ее. Сейчас, правда, даже нет законопроекта, поскольку сначала нужно отладить механизм. Амнистию должны получить только люди в тяжелой жизненной ситуации, а не те, кто брал кредиты на путевки или дорогую технику. Банковские эксперты к этой идее относятся скептически и не верят, что она может быть реализована. Для них это означает убытки. Может серьезно пострадать и строительная отрасль. Да и проценты по вкладам тоже нужно откуда-то выплачивать. То есть это поиметь банкам прямые убытки и не иметь возможности выплатить вкладчикам их вклады и проценты. Соответственно, что ожидает банковскую систему? Она и так на сегодняшний день находится не в лучшей форме в связи с теми экономическими событиями и ситуацией в стране. В серьезной доработке нуждается и закон о коллекторской деятельности. Их функции вполне успешно могут выполнять приставы, считают депутаты. Пусть медленнее, но без вреда для жизни и здоровья граждан. Денис Денисов, Евгений Шестаков, 7 канал.